...больше такого. Так, зачем ты хотела поговорить? А с самой теми. Да, ты что-то ей написал или нет? И? Что-то ей написал или нет? Не, я хотел, ну короче, суть в том, что надо ее поддержать сейчас в том случае, ну как бы она вышла за пределы своего комфорта. Да, надо поддержать типа, блядь, ну. Я тебя понимаю, я сам в шоке, расслабься. Ну типа, что-то в этом духе. Я, короче, пытался написать на твоем телефоне, но они у меня никогда не получили. В смысле? А что не получилось? Потому что мне не пишут, ну нормально, блядь. У тебя напиши, ну похер. Мне просто интересно. Интересно бы твоей реакцией. Ну, или то, что, не знаю, сейчас. Короче, я просто вижу в этом сообщении, что типа, она как бы не против обидеться, но, пожалуйста, она ломается. Ну да, а хули она отвечала, видимо? Ну, да. Она вообще могла тебя заигнорить. Ну да. Просто столь в том, что ты написал, блядь, типа. Или просто типа, как дать плюс, что ли? Что... Ну, конечно, не знаю, эту хуйню рассказывать, типа, что... Давай-ка заново, короче, дима, давай-ка сначала забудем обидеть. И не стоит там расусюкиваться о том, что типа, блядь, мне было хорошо, короче. Просто пиши, это я понимаю, я сам, в принципе, в шоке. Какой-то такой странный вечер был. Ну, в принципе, я хотел бы с тобой там еще встретиться. Все, на этом, в принципе, мы можем закончить. Если что-то отвечает, значит, блядь, просто общаюсь. И ничего не отвечает, ну хуй на нее. Спасибо. Я пишу, я тебя понимаю, вечер был непредсказуемый. И к чему я цель этого сообщения? Цель в том, чтобы как бы поддержать ее. Ну, то есть, я тебя понимаю, расслабься. В принципе, я и сам не понял, что было этим вечером. Ну, сам в шоке, как бы, это... Если хочешь, можем продолжить общение. А, я закончу фразой, типа, если хочешь, можем продолжить общение. Только пообещай вот эту, ну, следующую нашу встречу, типа, не приставать. Это зацепит ее, как бы. Вот, это будет круто. Не, по-ходу встречу. Ну, да, тут уже идет. Кто, типа, уже смотрел камеру. Но тоже скучно, блядь.